Прямые иностранные инвестиции из Германии в область в первом полугодии составили 3,5 миллиона долларов. Примерно 70% были инвестированы в промышленность. Сейчас Германия готова помочь консультациями по энергосбережению, сельскому хозяйству и туризму. Об этом шла речь во время встречи областных властей с делегацией земли Саксония-Анхальт. По большому счету, истоки идей децентрализации лежат в землях Саксония-Анхальт. Магдебургское право с успехом доказало свою самодостаточность и распространилось по всему миру. Теперь очередь дошла и до Украины. Хотя на самом деле связи между Магдебургом и Запорожьем тянутся еще со времен СССР и ГДР. Теперь немцы готовы поделиться своим опытом постепенного врастания в мировой рынок. Например, в области альтернативной энергетики. Сегодня Германия входит в десятку ведущих стран торговых партнеров нашей области. Немцам предлагают сотрудничество в проектах по энергосбережению, индустриальных парках и переработке сельхозпродукции. В частности, создание овощехранилищ и агрохимических лабораторий. К слову, это уже не первая встреча в этом году. На мой взгляд, это свидетельствует и демонстрирует взаимную заинтересованность и потребность существенно активизировать диалог между нашими сторонами. Убежден, что дружеские двусторонние отношения дальше будут укрепляться и развиваться на благо наших народов. Для Запорожской области Германия с ее потенциалом, международным авторитетом и возможностями является одним из наиболее перспективных торгово-экономических партнеров в Центральной Европе. Считают, именно здесь немецкие бизнесмены смогут открыть для себя Украину.